В перерывах между сессиями в региональном парламенте проходит заседание профильных комиссий. На одном из них рассматривались вопросы объединения двух детских садов и оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях округа студентам-инвалидам. Второе заседание было посвящено трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Были рассмотрены и другие вопросы. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Решение об объединении детских садов «Росток» и «Солнышко» было принято по просьбе руководителя учреждений. Предполагается, что реорганизация позволит повысить эффективность работы. Какие могут быть последствия? Это с одной стороны обычно в случаях объединения происходит какое-то сокращение, с другой сокращаются расходы. То есть появляются дополнительные средства на работу того же образования или того же даже учреждения. Сокращение коснется только административного персонала. В ходе обсуждения парламентарии рекомендовали также при принятии решения отказаться от введения аутсорсинга в новом образовательном учреждении. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании постоянной комиссии, касался оплаты обучения студентам-инвалидам, получающим образование в профессиональных образовательных организациях округа. В этом году обучение оплачено четырем студентам. Это введенная уже будет законодательная норма, которая будет ежегодно предусматриваться. Если у нас поступают на платное отделение, подчеркну, бесплатно у нас изначально, бесплатно учатся студенты данной категории. Если поступают на платное отделение, выбирают платное, значит будет возмещение идти за счет бюджета. Но это подчеркну, что это фактическое возмещение, то есть предусматривается, что люди заплатили за обучение, и им возмещается из бюджета фактически принесенные расходы. Обсудили парламентарии и трудоустройство инвалидов. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на территории Нинецкого округа числится более двух тысяч инвалидов. Из них могут трудиться около 900 человек. Напомню, в настоящее время работодатели в соответствии с установленной квотой обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом не всем организациям удается выполнить свои обязательства в силу специфики работы. Работодатели в соответствии с установленной квотой, посредством заключения соглашений с другой организацией, будут иметь возможность трудоустраивать инвалидов для выполнения заданий. То есть у нас на сегодняшний день эта норма закона не отрегулирована, но благодаря внесению вот этого проекта, изменения в закон, мы сможем устроить как можно больше инвалидов на капучи места. Также в проекте предполагается предусмотреть, что выполнение работодателями квоты может осуществляться посредством заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. Второй вопрос повестки заседания комиссии по социальной политике касается окружных семей, чьи родственники умерли за пределами региона. Предполагается оказывать помощь в виде компенсации расходов, связанных с кремацией умерших за пределами Нинецкого автономного округа и компенсации расходов по их перевозке до места похорон и оплаты сопровождающих. В настоящее время существующие меры социальной поддержки распространяются только на перевозку тела в гробу. А здесь же мы вводим совершенно новую норму, именно перевозку урны и кремации людей, которые по той или иной причине погибли или умерли за пределами Нинецкого автономного округа.